Привет! Это наконец-то настоящий авторский урок от BrainyMan, где мы разберем интерфейс Unity за n минут. Ну, посмотрим, насколько я наговорю, а потом вставлю это в название. Гениально, да? В предыдущем ролике мы остановились на том, что создали проект. Ну, создали и запускаем. Вот что мы видим при старте. Здесь у нас есть пять окошек. Scene, Game, Hierarchy, Project и Inspector. Нет, ну так просто невозможно работать. Давайте сразу привыкать к хорошему. Сейчас мы сделаем, так сказать, профессиональную раскладку окон. Видите вот здесь кнопку Layout? Здесь надо выбрать Tall. Уже почти как нам надо. Помните, как настраиваются окошки в Блендере или в Фотошопе? В Unity процесс вообще не отличается. Цепляем вкладочку и переносим ее на нужное место. Нам надо бы на вот так. Вуаля, такое расположение окон пиндосы называют Professional Layout. Давайте сохраним его. Нажмем на ту же крайнюю правую кнопку и выберем Save Layout. Пишем любое название. Все. Теперь вы всегда можете переключиться на режим профессионала. Если у вас окошки расставлены не так, то вы не сможете делать нормальные игры и получится у вас вот это. А будете делать как Brain Man и уже завтра вас позовут создавать нового ведьмака. Короче, в Unity есть пять основных окошек и много мелких кнопочек. Начнем с окошек. Scene это окно сцены. Сцена это то место, где вы будете делать почти все, что будет видеть игрок. Здесь вы размещаете персонажей, объекты, расставляете освещение, источники звука. И тут же вы назначаете скрипты объектам и персонажам. Как вы можете заметить, все, что я тут делаю, меняется в окошке ниже. Это Game, то есть сама игра, в которую мы можем поиграть. Вот да, прямо сейчас можем поиграть, нажав на Play наверху. Смотрите, мы уже можем бегать, прыгать, но не под машины, потому что это все-таки 2D игра. Переостановить игру можно нажатием на паузу, а полностью остановить ее в любой момент, нажав тот же самый Play. Кстати, сразу вам скажу, чтобы не тянуть. Если вы как-то измените что-то в окошке Scene во время игры, то это не сохранится, прям вообще. Так что лучше игру останавливайте перед изменениями. Можно тут поменять дисплей, если у вас много камер и много мониторов. Поставить разрешение, зазумиться, максимизировать окно игры, при запуске этой самой игры, мутить музыку и еще смотреть на всякие прыгающие циферки и длинный список буковок. Ну и да, в окошке Game мы ничего не можем выбрать или переместить. Дальше иерархия. Здесь находится все, что есть в сцене. Меши, объекты, Empty и прочие умные слова. Почему иерархия? Потому что это вот все можно сгруппировать в иерархию. Вот, например, у нас есть 3 панельки. Че они мешаются? Создадим Empty и пихнем все панельные дома в один контейнер. Оптимизация рабочего пространства. А, вы тоже это увидели? Да, я нажал Create и что-то создал. Тут же можно добавлять свет, эффекты, объекты и прочую муть. Вот, например, как в блендере можем добавить куб и поставить его куда-то. Ага, прямо на голову. Если в иерархии показаны все объекты в сцене, то во вкладке Project абсолютно весь проект от и до. Здесь можно найти материалы, меши, анимации, аудиофайлы, префабы, о которых мы, наверное, еще снимем отдельное видео. А также скрипты. Уууу, программирование. И сцены. На самом деле здесь вообще все, что вы положите в папку Assets вашего проекта на жестком диске. В Project тоже можно создавать что угодно. От папок и скриптов до шейдеров, анимаций и всяких там спрайтов. Также есть поиск по типу, тегам и прочее. Можно переключить вид и поставить либо одну колонку, либо две. По моему опыту, одна колонка проще и удобнее, но тут уже вкусовщина. Ну и вкладка Inspector. Самое сложное и самое непредсказуемое. Если сильно упростить, то это панель свойств. Причем свойства у каждой единицы могут быть совершенно разные. Если говорить языком Unity, то на каждое что-то можно навешать компонентов. Часть из которых уже встроена в движок, но остальное вы будете писать сами. Также обратим внимание на верхний тулбар. Здесь есть разные инструменты, с помощью которых, как и в блендере, можно управлять позицией, вращением и масштабом объектов. Только кнопки здесь другие. Если в блендере кнопка означает первую букву действия, G, Grab, R, Rotate и S, Scale, эти инструменты работают на QWERTY. Может так даже и удобнее. Также есть кнопки переключения пивот-поинта и глобальных локальных осей. А потом кнопки для запуска и паузы игры, а также еще кнопки для выгрузки проекта в облако, управления аккаунтом Unity, слоями и видом и положением окон. Давайте сделаем самое простое. Разместим куб на полу. Создаем куб в иерархии, Ctrl-C, Ctrl-V. Этот куб изменяем с помощью тулбара. Вот так. Запускаем игру. И куб висит в воздухе. Нужно добавить ему физику. У Unity есть встроенный компонент, Rigid Body. Его-то и надо найти в инспекторе, нажав вот здесь. Все. Если галочка на гравитации стоит, то куб будет падать. Только он проходит пол насквозь. Он должен сталкиваться с полом, а не проходить через него. Должен быть коллайдер. К счастью, у нас есть встроенный компонент Box Collider, который нужно повесить на оба объекта. Кстати, его размеры вот тут, а можно менять. И запускаем игру. Главное, Rigid Body на пол не кинуть. Иначе... Вы видите. Физика I'm bitch. Да вот, собственно, и... Все. Можно, конечно, сесть и рассказывать про интерфейс, там, минут 40, но зачем, если он супер простой и логичный. Так что не буду отнимать ни свое, ни ваше время. Вот вам и весь интерфейс за n минут. Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за разработкой нашей игры на втором канале, или даже присоединяйтесь к ней, мы ждем абсолютно всех. Ну а в следующем видео, наверное, будем учить наш куб ходить.